гг мальчишки девчонки а также их родители канал рыболовное приключение погнали бегал я на почту пришла мне посылочка ребята что-то пришло покажу стара-тарада очередной это лодки шпандер лаки fw 718 перед ним кто помнит если мне видео можете посмотреть у меня был тоже лаки только ff 1108 красный цветной потрясающий халат очень мне понравился он был за встроенных аккумуляторах этот уже идет на батарейках вот тот благополучно я отдал и купил себе этот чтобы потестировать посмотреть что это за штука скрывать не буду года два назад я его увидел хотел приобрести купил 4 голода перед ним разных и только вот который должен быть первый стал у меня пятым походу вроде посмотрим что за он что это за дверь такой потестируем ездим на речку все сниму покажу расскажу много есть отчетов так что посмотрел ей что-то понравилось что-то нет будем пробовать вот ну что теперь по комплектации расскажу вам что в нем сейчас покажу вот такой вот секундочку чик инструкции здесь разные они нам не надо вот сам прибор датчик антенка и шнурок и так ну что ребята вот сам прибор вот смотрите вот крышка и на ней штрих-код номером вот искал я именно чтобы эхолот раз был именно вот этой вот наклеечкой так как это говорят уже он идет как бы китайцы уже сами себя подделывают вот и этот идет как бы более оригинальный китай чем без наклейки не знаю правда неправда но вот я искал так я нашел здесь она хоть какой-то там сертификат вот вставил 4 батарейки формата 3а закрываем крышечку секундочку все закрыли крышечку вот такой вот у нас датчик тоже на батарейке в моем лаке 1108 здесь стоял аккумулятор несъемный кстати вот это его минус был и в датчике был аккумулятор все заряжалось розетки а здесь вот тоже вот батареечка я ее вынял ну можно и вставить что вынял так как расскажу сразу минус в нем что если вот эти вот два датчика коснуться воды или будут влажные он будет время включенный и вот так не зная где-то попадет влага допустим достались воды сразу его там пакета там где-то мокрый получился сядет батарейка приедем следующий водоем и у вас будет небольшой облом так как в нем батарейка села прибор не работает но я думаю на водоеме заменить у вас ее возможности тоже не будет так как не думаю что вы будете собой водить запасные батарейки хотя может и будете ладно что у нас еще идет шнурок и антенка вот моем предыдущем томат полотен напомнил 1108 она вытягивалась так здесь надо накручивать ну мне кажется накручивать конечно это хуже постоянно и снимая вынимай накручивая прикручивая может повлиять на работу а в том просто оп вытянул хоп ставил ну что включаю показываю вам что здесь есть и так включаем его вот на кнопочку что мы видим подсветка да пускай будет чувствительность тринь тринь кнопки вот вправо влево регулируется чувствительность дальше диапазон глубин автоматический или можно выставить самим пускай будет автоматический увеличение нет сигнал глубины не надо чтобы он пикал на определенную глубину сигнал рыбы вот большая маленькая нету сигнала давай пикать будешь нам при любой рыбе изображение рыбы до скорость такая-то выбор языка русский глубина в метрах температура в цельсиях вот такая вот у нас штука и что посмотрим как он выключается чик держим кнопочку зажали выключение я нажать и держать выключение включение вот так нажал и держать не надо сразу включается запуск в воде нет посмотрим демо ролик что он нам покажет на воде вот так он будет показывать на воде сейчас мы пока проверяем оп пикает вот показывает типа глубина 9 метров вот здесь температура воды заряд батарейки вот рыбка на шесть с половиной метров яма свал на 32 что хотелось бы сказать по качеству конечно лаки ff1108 изображение цветное качество идет четкое здесь конечно как тетрис и в том намного гораздо все и рыбки че очевидные рельеф нарисует блин здесь экран черно-белый реальный тетрис все квадратное да вот это уже мне не нравится в том было гораздо проще не проще как бы она одинаково что в нем что в этом просто в том более красивее приятно глазу смотреть но такое ровненькое кругленькое все картинки такие цветные здесь черно-белые все топором сделано можно сказать ну тетрис реально тетрис ладно вот такие вот у нас показания в демо версии поедем посмотрим что он покажет себя как он вернее покажет себя на водоеме вот я проезжаю наш брестский грибной канал сейчас мы где-нибудь вот тут паркнемся и будем снимать видео про тестирование нашего подводного беспроводного эхолотиком говорю подводного да простой он эхолотик беспроводной вот там вот за этими деревьями канал грибной и мы сейчас будем там производить замеры что там есть смотрим подъезжать ну вот собственно грибной канал там сидит мой товарищ рыбачит сейчас попросим его чтобы он прицепил датчик и потестировал наших холост берет но заброс и так чего видим глубина 3-4 метра тишина а я же наверно еще чувствительность на максимум диапазон глубины автоматически увеличение нет сигнал глубины нет сигнал рыбы изображение рыбы скорость язык тактих а тын-тен-тен увеличении сигнал сигнал рыбы да все небольшое маленькое изображение да скорость русские все сейчас она должна настроиться 3 3 3 4 метра от рыба на 1 и 6 глубина рыбка но по сравнению с тем красным тот пищал это точечка что-то тоже похоже или трава или рыбка и рыба плавает по дну об на 22 она была так быстро нити не может а то она не успевает там 3,5 метра глубина я думал здесь метра два сколько метров 40 наверно да таки ну 5 на 2 стоит яма наоборот часто настроиться старта пройдет 2 и 3 метра и на 2 и на метре стоит 2 и 6 2 и 7 2 и 8 2 и 9 3 очень ближе к середине подтягиваешь лишь пошла яма он рисует спад 33 что-то там нифигасе 6 и 7 там что-то забал такой они это что-то так и заключила 3 4 метра но смотри где середина вон там вот по середине и вот 3 3 2 и 0 1 и 9 2 и 2 рыбка стоит да вот на 3 и 4 метра но она стоит видишь она стоит посередине 2 и 2 то бишь метр от 1 метр полтора на дне вообще тишина чем лучше был тот что он был цветной и более четкое изображение рыбы было этот фв 718 в этом плане похуже будет внутри с половиной метра ближе к берегу вообще мертвым 36 и 5 ямка пошла 37 37 опять есть лишь рыба до ближе к берегу но тоже на середине при глубина 36 стоит на метр вот на трех покрупнее что-то даже есть 2 и 6 полтора короче держится в центре а вот час три с половиной метр от 1 короче рыба стоит сейчас уже да уже ближе к берегу на берега 2 и 6 по центру вот глубина 3 4 3 3 3 4 да и на 2 и 3 метра то дна стоит за рыба 30 уже 2 и 5 здесь посередине тоже немножко стянул идет фишка подъем 2 и 6 до рыбы нет его час когда будешь подтягивать все ближе к берегу опять пойдет до 3133 вот опять свал вот и небольшие точечки это тоже что-то есть мелкая рыба есть мелкая рыба или трава 3 5 метров глубоковато тут тоже зато парень рассказывал что купался гри сразу горит обрыв валит возле берега нефиг туда валить этот берег тут 3-4 метра 3-3 2 и 8 и вот сейчас пошел подъем вот как раз видишь рыбка на выходе с ямы стоит рыба вот такое вот ребята получилось видео потестировал рыбку показывает глубину тоже как бы рельеф дна я считаю неплохо прошел он тест все понравилось ну конечно ff1108 тот был конечно более новейшая модель вот она 2018 года модель это наверное 2016 год для своего времени он был неплохой но сейчас уже есть конечно и получше по такой же цене ну как получше качество вот допустим рельеф дна показывает эту рыбу показывает изображение рыбы есть там все как положено но уж больно оно такое как тетри знаете кубики там ромбики а уже вот эти идут они цветной дисплей уже рыбка там более круглая дно рельеф дна более плавно и красивее смотрится вот ну только что со стороны типа эстетики красивее но так результат я считаю будет одинаковый вот так что выбирать вам есть и там плюс есть это минусы здесь мне больше плюсы что он на батарейках там как бы аккумуляторы все что знать они там встроены если он полетит все делать я не знаю как его менять тоже не знаю вот возможно невозможно так все запаяно склеено здесь батарейки выкинул новый вставил там не знаю хотя может он там сломается может проработать у вас там десять лет вам больше я думаю не надо как-то так все ребята спасибо за просмотр подписываемся на канал пишем комментарии ну а я поехал на водоем возьму лодку подводную камеру буду пробивать эхолотом буду снимать на подводную камеру показания правда неправда врет не врет ну и кто подписан на канал и нажал колокольчик тот увидит это видео в первом ну а кто нет извиняйте расскажут вам ваши друзья пока 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 подпишись и увидишь это первым